слава привет ну а как дела я думаю оффлайн написано оле ксей алексей так интересно ты просто интересно что написано это пацан из донбасса понятно что нам как делать путем слава богу пока ясно с какого города и у отеля лица с воронежа раньше в харькове жил кстати но харьковской области так ты украинец ну родился в харьковской области паспорт украинский но типа по национальности русский слушает спрашиваю как ты считаешь русские украинцы это один братский или разные народы ну по украинской статистике если брать если не будем верить русской статистике то каждого второго украинца родственники в россии поэтому я не знаю как решу как сказать братские лета один народ здесь как бы каждый сам решает ну а твое мнение вообще по поводу это я думаю надо объединяться беларусь и украине россии в один народ не можно как европейский союз делали чем в один не объединял так сказать подную страну остальные страны они почему там же есть то же самое германия руководить всеми просто тебе кажется все там не может быть такого чтобы полностью равноправить в франции да там или в англии говорят на немецком языке англия это вообще у них свое королевство англия это великобритания состоит из нескольких государств сложно не бывает двух одинаковых похожих систем российская когда она объединяет страны это она навязывает свою культуру язык и все остальное не привести тебе могу привести пример знаешь какой сколько было национальности во франции допустим и сколько сейчас осталось ни один язык из тех которые были на территории франции сейчас не работают до всего нет он полностью ассимилирован в россии сейчас даже государственных языков если я не ошибаюсь больше 20 франции франции какие нации были когда франции там были блин как же их звали там газ концы были вот эти всякие там много разных языков диалектов было ну грубо говоря как русский украинский там на риски культурочного это каких веках да блин 18 лет по ману там прям большинство типа или там меньше нет а много там но до меньшинства конечно это понятно там есть нет так в россии что же самое много народности и боже давно уничтожили в россии все языки сохранены есть марийский язык есть крым свой татарский есть тюркский есть как зовут бурятские языки языков полно то есть культура сохраняется а никогда не учат а преподают на каком языке в школах университетах зависит от того зависит от того чтобы выбирает население допустим в чечне там государственный язык чеченский то есть они разговаривают именно на своем языке они преподают на нем учатся на нем они все документацию ведут на чеченском языке нам русского даже мало просто человек если приходит какой-то который знает русский язык он может подать документацию как на русском так и на чеченском зависимости от компактного проживания людей да потому что чеченцы не все-таки не славяне там им сложно как минимум понятнее ну принципе не но есть же карелия знаешь карелия как славяне не славяне это тяжело как бы отнести тоже к славянам но это ближе к славянам у них тоже есть свой язык они также учатся в школе ну то есть зависит все от людей я не слышал еще карельского языка пока что не встречал но у них там не то что язык прямо их там на какие-то же у них ближе к финнам финал горский много это просто я понимаю если простыми берем белоруссии украину то если наши языки например очень похоже то ассимиляция идет такая не неправда а почему же неправда ну как все нет просто люди выбирают были не подожди ты это было когда это было правильно ты говоришь это было союзе в россии в союзе почему так нужно было чтобы унифицировать все в союзе все для чего делать чтобы сделать все более экономично эргономично и компактно даже стоились однушки из расчета там на одного человека почему ты думаешь что в россии такого не будет типа потому что смысл уже другой идеологии нет такой как в советском союзе а какая идеология там вообще нету идеологии в россии кстати многие говорят что это как раз россия пытается восстановить как раз границы советского союза кто тебе сказал это по действиям видно да никто не пытается пытается просто все объединиться объединиться в какое-то подобие евросоюза кто пытается кто пытается казахстан беларусь узбекистан туркменистан таджикистан все по советское свое пространство грубо говоря ну не считаю а украина пытается украина по частям пытается по частям пытается на страну есть одна страна и на ничего не пытается она пытается вероцей усвоить и не в него подожди люди в крыму не пытались вступать никуда крымчане решили там референдум люди там ничего не пытались они вообще все равно там будет украина они всегда на весе зайдет будет россии не прав ты не прав именно поэтому там прошел референдум потому что люди ходили в россию до которой нигде не признали камера си и и признали и это 10 10 ну правильно 10 ресурсов ты знаешь как советский знаешь ты знаешь через сколько припали советский союз ну через пару лет вроде да через 20 лет через 20 лет признали через 20 лет так что крыму еще далеко до признания в составе россии поэтому ничего страшного как бы все время не советский союз это все-таки другое но понятно что другое просто политика самой россии она говорит сама за себя это восстановление всех идеологии всех вот этих да нет никакой идеологии президент 20 лет подарят сидит как как сталин своими или там ну то есть вот эти компартии подожди демократия это хорошо или плохо демократия россии вообще демократия демократия больше хорошо чем пор ну так демократия это власть народа если люди хотят путина почему это запрещено да если если хотят просто во всех во всех странах постоянные президенты меняются а в россии не меняется причем здесь демократия это не значит что в каких-то странах кандидаты где кандидаты единственный кандидат сидит тюрьме все ну так вопрос так статистику надо посмотреть кто за того кандидата который в тюрьме и кто допустим был кандидат такой такой как который хотел чтобы крым вернули украине такой кандидат был бы в это предвыборной гонке ты знал об этом что был кандидат который говорил что нужно вернуть к украины вас же есть навальный да вот этот кандидат еще один еще не у нас я еще не получил гражданство россии как бы не у нас россии да не вот кандидат нет он не было кандидатом не был но у него шансы были стать президентом это поле нет не были зачем почему потому что они не заводили головное дело не может стать кандидатом но главное дело завели типа за что за что ты же ты же почитай за хищение в связи с вырубкой леса там много кстати в общем написать можно что угодно потому что я не сомневаюсь что путина там если у него куча этих палацов везде по не только в россии кстати то наверное у него тоже можно все что угодно также ты можешь сказать что кто-то что-то написал а мы это никак не проверим а вот по поводу кстати его дворцов если где-то в загранице нашли хоть один дворец его продам все показали а никто не может найти его уже все счета были арестованы уже на весь мир показали чтобы арестовали счета путина но такого нет это что переписано на других это все это легко пробивается в наш век современных технологий пробить откуда с какого счета куда идут деньги просто теперь не не кажется странным то что везде есть кандидаты нормальные но их хватает а в россии нету там либо очень какие-то не не внятные либо если не появляется то потом их просто скажем так убирает по-быстрому что опять мы возвращаемся к демократию может быть люди этого хотят чего хотят чтобы если люди в один кандидат до 1 кандидат демократия если тебе решает я понимаю если например у тебя есть только макароны вот и больше ничего то что ты будешь выбирать есть на обед там завтрак и так дальше ну каждый день что ты будешь есть ты будешь есть там картошку или что-то другое подожди давай если у тебя после макароны последний выбор я же тебе говорю москвам последний выбор у нас было несколько кандидатов даже тот который говорил что давайте вернем крым украины сколько не процентов набрали про это хотел сказать один процент люди за них не голосуют у нас в украине были был кандидат короче дарт вейдер че чувак в костюме просто по приколу пошел кандидаты у него наверное три или четыре процента было да подожди он по моему вообще если не ошибаюсь он у нас почти он у нас мог выиграть но его сняли в последний момент потому что там что не было каких-то данных то есть по паспорту там что-то ну типа так ну ну в общем в общем да он мог выиграть он на втором месте был он был на первом месте вообще-то в россии один процент у какого-то чувака блин так получается потому что потому что население не поддерживает точнее не знаю кто это такой даже да нормально не знают это известная личность известная ну если взять например зеленского и порошенко его знает блин и в россии и в украине наверное еще там а вот этот который был за крым его знаю даже в украине за крым я что-то слышал но не помню если честно ну короче неважно я к тому что люди просто все вся суть демократии демократии народа люди решают хотят они за путина или да они решают но у них должен быть выбор понимаешь должен быть выбор на свободу слова как выбор же если тебе сказал какой выбор ну какой ну как ну вот был же президент претендент которые мог вернуть к рыбам а reports а лучшер там тоже это же не моя страна я не могу так сказать за украину я могу сказать за украину за россию потому что он злеживание ну там по достиг той аналогичной ситуации а лукашенко день единстве кандидат fully ней кандидаты не появляется сумсlinей здесь не буду говорить потому что я в принципе с тобой согласен а я могу сказать за нашу с тобой сторону что у нас был кандидат в президенты хоть на егоbart и я тоже его считаю чуть чуть-чуть таким, но его избили, а он был уже кандидатом зарегистрированным. Это нарушение Конституции. Ты понимаешь, что в нашей стране такое творится. Это просто жесть. Ну, это лучше, чем просто там убить ее, вывезти куда-то, непонятно. Так понятно. Просто как бы здесь факты есть того, что избили, а то, что убили кого-то и где-то нашли такие факты. Это все тихонько просто делается. Так я тоже могу сказать, ну смотри, я тоже могу сказать, что у нас убили кого-то, просто нету данных. Ну смотри, смотри, в России... А это проверка нет. Нет, это понятно. В России просто за последнее время несколько там министров бывших просто каким-то таинственным образом, скажем так, умерли какой-то случайно, в общем. Сразу, я не знаю, 3-5... Какого у нас такого нету? Ты у нас такого не замечал? В смысле? В 14-м году сколько у нас кандидатов поумерло? Министры бывшие? Нет, претенденты. За 1 месяц? Да, там были крупные, кстати, губернаторы какие-то, еще что-то было. Очень, кстати, много. За пару месяцев я не видел, чтобы сразу несколько министров просто так... Просто знаешь, как они умирали? Они не умирали, и как-то непонятно. Они просто... Кто вешался, кто стрелялся? Вот как-то странно все это начало случаться. Это в нашей с тобой стране. А, в нашей... Нет, не в нашей. В России там было шесть. Нет, я про Украину говорю. Шесть министров. Ну, а я про Россию. Шесть министров. Или пять. Просто каким-то таинственным... А, кстати, с семьями полностью, с семьями. Какие-то самоубийства. Они убивали свои семьи. Ну, вот видишь, точно так же, как у нас в Украине. Точно так же, как у нас в Украине. Ну, если ты мне найдешь пять министров за месяц убитых, то да, будет так же. Ну, давай, тогда ты мне тоже найдешь пять министров, чтобы я поискал. Просто я это не слышал. А я тебе туда найду. Давай сейчас будем искать параллельно. Можно попытаться. Хотя это было, конечно, еще... Министры. Просто в телеграм-каналах были, конечно. Так, понятно, я же тоже так ищу, как и ты. Но, блин, найти сейчас... Это не сохраняют себе эту информацию. Я просто помню, что у нас это было. Ну, ладно, в общем, суть. Это мы будем искать еще полчаса, нет времени. А суть просто, что так или иначе хотя бы кандидаты в Украине есть. И в России есть. Но их никто не видит. Их никто не выбирает, их видят. Если... Смотри, вот сомнение. Оппозиция. Оппозиция, да? В Украине и в России. В Украине был оппозиционный блок. В России нету оппозиции. Вот, нету. Вообще ее просто не существует. А в Украине есть. И в других странах тоже есть. Как это получается? Вопрос. Это демократия? Да, демократия – это власть народа. Демократия – это не является признаком демократии. Нет, оппозиция всегда будет. Не-не, демократии... Ну, демократии нету такого понятия, что должна быть оппозиция. Такого нету. Демократия – это власть народа. Народ хочет, чтобы была оппозиция, а он создаст оппозицию. Народ не хочет оппозицию, ее не будет. Не будет. Всегда не будет одно и то же мнение. Не будет такого нигде. Так, такого нету. Думаешь, Навальный, что... за путина что ли ну так идем сидит вот оппозиционе один кроме путина что думаю кроме навалин думаешь нету никого других людей люди выходят посмотри на площадь а где волос на площадь посмотри где сидят в квартирах своих ну а где где-то до демократии искать а демократия там если бы путин был бы каким-нибудь царем то он бы поставил себе сто процентов 87 процентов остальные люди он поступает не настолько глупо он поступает разумеет ну это же можно сказать то же самое про любого человека сказать ты просто не знаешь например смотри ты выходишь в украине на площадь и пишет на площадь и теперь ты берешь в россии пишешь там нет войне противоположный так же на площадь вот да ты ты выходишь я за путина а я выхожу я за зеленского да в россии и украины и получается где будет свобода слова я думаю тебя заберут или побьют сразу же через через пять минут меня заберут серьезно за пять минут тебя и придут какие-нибудь такие пацаны не полиция еще до тебя не успеет добежать вас полиция заберут вас государственные органы забирают а вас бандиты так и какие бандиты у нас патриот ну типо с понятам что они нормально не выйдет просто с такими понятно шо будет так и у нас нормально не выйдет с таким титр как раз нормально и выйдет не нормально с таким не выйдет за зеленского ни один нормально не выйдет и из нас канал да нет в на tenth войне тыáchb онwoo от Forces я досмотрел первый камер смотри Посмотри первый канал. Первый канал. Смотришь? Первый канал. И что там показывать? Там главный редактор первого канала вышел из точки нет войны. Ее не арестовали, ее не избили. Она просто сама взяла, уехала. Да, обычные люди. Представляешь? А это обычный человек. Это обычный человек. А вот у вас выходил кто-нибудь? Редактор, который писал с 2014 года про то, что Украина, это там бандеры и тому подобное. И тут она в 2022 году такая думает Блин, я против войны, я выйду. А что бы было, если бы главный редактор какого-нибудь 5 канала, допустим, Овсяникова, вышел на прямой эфир и показал бы, я за Путина вперед Россия. Что бы с ним было. Тут и дураку. Понятно, что это все было придумано еще спецслужбами. Что бы было, я говорю. Это смешно. Ну, если будет, посмотрим, что будет. Я просто вижу на площади вас пакуют людей постоянно. Так у вас то же самое. И у ваших нет. Нас такого нет. С плакатом выйдешь, всем насрать. Михо Майдан. Михо Майдан. Михо Майдан. Да. Почему людям по белой дубинкам настучали? Потому что президент пидорас был. Ну и что? Так при чем здесь это? Вот президент настучал людям по дубинкам и теперь где он? В Ростове, в России. Так и Зеленского не было. Своих забираем. Свою. Это было при Порошенко. Своё говно забираем. Это было при Порошенко. При Порошенко. Что было? Майдан? Майдан при Порошенко. Михо Майдан. Какой Михо Майдан? Михо Майдан. Ты даже не знаешь, когда у вас люди по дубинкам настучали. Ты просто съехал с темой, типа, что у вас не пакуют за полицейские, не пакуют. Так а где свобода слова? Михо Майдан у вас пакуют. А, ну переводим. Где свобода слова? Переводим стрелочку, потому что не можем ответить. Да потому что. Что я не могу? Задай вопрос, я отвечу. Я же тебе задал. Где демократия? Я не задал. Где? Если ты выходишь, нет войны. Выходишь, и тебя забирают полицейские. То есть государственные структуры забирают. Не какие-то там гопники, какие-то патриоты и что-то там подобное. Просто от, так сказать, от власти все. Так, если у вас, то есть выйдешь с плакатом «Я поддерживаю Россию», то два полиция не приедет, скажет «Да, пускай стоит». Сейчас? Сейчас. Да, сейчас. Если выйти вот так, то всем будет все равно. Ну, кроме тех, кто патриотов, кто побьют просто тебя. Да, только полиция тебя заберет и предъявит тебе объявление в госиземии. Так войны же нет у вас. Так и мы про Украину говорим, «Причем здесь Россия?» Ну, в Украине есть война, а у вас есть война? В России сейчас нет войны. Нет войны. Так против чего получается? Если выходит человек, нет фашизму, а его пакуют, за что? Вот у нас. Потому что смысловая нагрузка какая? Вы же говорите, есть война. Выйдет у нас. Нет фашизму. Нет фашизма у нас выйдет. Его запакуют? Да, конечно. Конечно, боже. Да. Если ты не знаешь, зачем ты отвечаешь? Зачем? Я знаю, я прожил в Украине до 2016 года. Не надо мне рассказывать. И тебя забирали? Можешь обмануть. Тебя забирали? Я знаю, что у нас за репост даже сажают бабушку на 5 лет условно посадили. Ты можешь при мне. Прямо сейчас, прямо сейчас при мне забить и ты увидишь. Прямо при мне забивай. Да, да, да. Забей. Ты боишься? Посмотри. Короче, в чатной вилетке встретил, наверное, 5 русских. 5 русских встретил. Все говорят за вот эти как раз репосты. А тут чел мне рассказывает, что в Украине пакуют за репосты. Боже мой. Ну давай при мне проверим. Сколько этих коллаборантов целые группы есть. Их там не пакуют. А тут мне какие-то бабушки будут паковать. Давай проверим. Что ты боишься проверить? Боишься проверить? Я не боюсь. Я знаю, что россиян есть такая черта отзеркалить то, что говорят про вас отзеркалить на украинцев. Да давай проверим. На чем проверим? На чем? Проверим. На чем проверим? В гугле. В гугле. О, селку. Тебе может забанить за силу. Да не, нельзя. Ну что-то я знаю. Да не, это ерунда. Это так специально говорят, что типа нельзя. На самом деле можно все здесь. Она же для этого текста придумана. Так. Так. Вот сюда СССР. Советская символика, которая была запрещена в Украине еще в 14-м или 15-м году. Правильно. За репост. За репост. Да. Это не демократия. Демократия. Да, и какой же репост, если она сама размещала? Ну, ты прочитай, я что тебе буду все раз, прочитай, что там написано. почитай. Ну так, что тут читать, что тут думать? Зачем мы ее осудили? В течение, в течение 2016-2018 годов женщина на своей странице в Одноклассниках опубликовала фото с педеофайлами и изображением символики коммунистического режима. То есть, два года подряд она опубликовала фото коммунистическое. Так, а на Украине... У нас на Майдане где там... У нас... Как ему за... Блин, как вот память называется? Вроде на мать в Киеве. У нее, кстати, символ Советского Союза до сих пор. И шо? Чего ее никак не демонтируют? Это демонтируют потом, конечно. Да вот, а сейчас надо за пять лет ее посадить. Смотри, так, на Украине запретили коммунистическую... А теперь найди мне еще, чтобы за один знак фашизма посадили кого-нибудь на Украину. Символику. Так, 2015 год. Украине был принят закон, запрещающий коммунистическую идеологию и символику. Так скажи... Почитай, фашистская символика запрещена на Украине. Если она нарушает закон, то при чем здесь вообще демократия? Фашистская символика запрещена в Украине? Я понял, все, слев я понял. Не запрещена? Я понял, что ты слев... Фашистская символика запрещена или нет? 2015 год. Запрещенная коммунистическая символика. А бабушка публикует. Публикует, господи, публикует. Протягом 2016-го, 2018-го, два роки підряд вона публикует посты из коммунистической символику, яка заборонена законом Украине еще в 2015-м році. Тобто год пришел, вона почала публикувать, вона знала. Фашистская символика запрещена или нет? Фашистская символика запрещена где в России или в Украине? В Украине. Запрещена или нет? Запрещена или нет в Украине фашистская символика? Так при чем? Ты мне сейчас говоришь за то, что бабушку, да, что демократии нет? Так я же хочу к этому подвести. Причем демократия за нарушение закона. Фашистская символика запрещена? Я понял, да, я понял. Так да или нет? Все ясно, короче. Ты боишься, что ли? Да не бойся. Ты боишься отвечать, потому что я тебе сказал. Я же тебе задаю вопрос, ты задаю вопрос, ты можешь ответить? Фашистская символика запрещена в Украине или нет? Я таким не интересовался. Так я давай поинтересуемся, прабабушку же поинтересовались, давай поинтересуемся этим. Так, сейчас. А вот. Сейчас, если найду. знаешь, как попробую найти запрет пропаганды нацизма на Украине? Ну, типа что-нибудь типа такого вбей. Я просто не могу найти закон, как он правильно называется. Вот. На Украине вступил в силу запрет пропаганды советской и нацистской символики. Во, во, вот это да. Ну. Видишь, значит есть, все-таки осуждена, получается, нацистская символика. Ну, то что? Открываем теперь первое января любого года факельное шествие. В любом ютубе. И мы там что видим? Фашистскую нацистскую символику. Почему никто не посажен? Где демократия? Если люди вышли... Это пропаганда нацистской символики. Подожди, мне требует найти спочатку. Давай еще. Любой год, бери, вообще любой. Да любую, все. Первое января, факельное шествие. Нихуя не маю. Нихуя. Да ютуб открывай, что там смотреть? Крутишь и смотришь. О ютубе. Да блин, ты можешь даже не смотреть, ты же так за рядом ходишь с фасвастикой. Ну что, смотришь, ты же хочешь идти. Тухуя, какой свастикой? Боже мой. Стоп, 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 подожди. Вот, я же тебе пишу в ютубе. Смотрю, просто смотрю. Марш Бандеры в Киеве сострялся в факельное шествие в 113-летие. Так, факельное шествие в Киеве в 2012, начало марша. Я вообще не вижу нигде ни вот этой свастики именно немецкой, ни, что там еще должно быть. СС или что там, я не знаю, что там даже должно быть. Где? Покажи мне, пожалуйста. Ну сейчас, я же тебе тоже, я же так же, ты как и ты еще в ютубе. Ты сам не знаешь? Нет, я же тебе хочу найти, ты же с фасикой, я тебе сказал, что я знаю. И все, потому что я буду 20 лет у Савулян, ну, типа так. Картинки, где по нигде нету нацистского знака. ой, после, ты мой. Ты реально думаешь, что по Киеву ходят нацист? Вперед. Ой, что? Чутьяк. Чего? Сочувствие. Какие сочувствия? Вроде, вроде из Харькова, а вроде и русский, да? Ну, я на подзанализе русский родился в Харьковской области. Что ж, с этими русскими не так, я не понимаю. Да все нормально. Ну, это прям, я не знаю, это прям били в голову конкретно, с этими нациками, неонациками. Придумались, конечно, постарались, так сказать. Так это ж не мы говорим, это ж американский конгресс. А что? Ну, про неонацистов, фотошни мы придумали. Пакельное отшествие? про неонацистов. Ну, так, где они? Ну, конгресс США сказал, ну, скидывал нацисты. Хорошо, молодец, сказал, это кавиде, не нужно показать, пожалуйста. Где пакельное отшествие нацистов в Киеве каждый год, со дням, с года в год повторяющийся тысячи миллионы людей. захват власти. Что такое? Какой захват власти? Что такое? Не получается найти, да? Да блин, не получается. Что ж такое? Я не понимаю. Надо найти. Да погоди ты, что-то сложно. Там же много видео попробуй найти, там же специально они показывают. Да конечно. Так я тебе говорю, сейчас найдем. Ты не спеши. Я не спеши, я подожду. Мне интересно, сколько это займет времени и где ты это найдешь. Не, может конечно там какие-то искупаемые по СМИ, что там, РИА новости. Мы же будем искать украинские СМИ или Ютон. Вот это да, вот это будет хорошо, если ты найдешь. Я прям... Будем стараться. Буду в шоке, если честно. Будем стараться сейчас в гугл, в гугле будем искать. Видишь, видосикам не нашлось. Печалька. мы сейчас через гугл найдем видосики, так тяжело. Да, через гугл проще. Это странно, что я еще не вспомнил, то что все равно с коммунистической символикой все равно даже выходит. Все равно выходит, потому что это есть, так сказать, людям даже закон говорит, что нельзя, но люди все равно выходят. С коммунистической символикой это не склонить, потому что это связывает нас с прошлым. Так, а с фашистской тоже выходит. Он Порошенко фоткался с солдатом, у которого мертвая голова на груди, и что? Ну че ж, это президент. Ты понимаешь, ты не закинчив оцю тему нашу? Какую? Так я чушу, я ж еще не это, я ж тебе не сказал, что я нашел. Уже 5 минут не прошло. Ну что делать, ну не получается у меня найти. Ну так не получается, ну значит, оно не мое, типа, как не получается. Как это не мое, если есть? Ну вот так, не мое, вот так взяли и обманули вас. Сказали по новостям, там есть нацики, а их не мое. Такое бывает. Да у нас не сказали такие, у нас сказали это еще при Януковиче, так что не надо меню сказать. Ох ты, кто сказал? Наши СМИ? Наши СМИ, так. Что там в хаке нешествия нацистов, каждый день. Так, это же было. И ты это видел? Так, при Януковиче это было. Я видосики видел в Ютубе, сейчас надо же шукать все. Ох ты, то где же эти видосики? Это же надо сохранять или что, я же не буду сохранять их. Сбейгать. 2000 лет назад если это действительно есть, если это такие, ну, если бы я это видел, честно, если бы я это видел, я бы даже посомневался, даже не спорил бы. А так, я знаю, что это чисто не правда, чистый бред. Ты думаешь? Что тут думаешь? Что тут думаешь? Миньвайл. Миньвайл. Просто, просто мы все знаем, что в России из, так сказать, свободы слова все очень печально. Все очень печально. Так, а в Украине так уж. Да нет. Я к цене. Ну, мы с тобой уже говорили, что если мы выйдем с фразой, ты бы арештует. Нет фашизма. Нет фашизма. тебя заберут. Нет. Тебя заберут. Нет, тебя не заберут. Мы же обсудили даже. Заберут. Блин. Я чувствую. Знаешь почему? Я же тебе объяснял. Потому что все у нас знают, что это против будет, как будто ты проговоришь против Азова. А сразу тебя за это заберут. Против Азова. Да, да. Ну да. Смешно. Так по факту. Чего? Нет. Что, не смешно тебе? Чего? Нет, я говорю, что такого не будет. Да будет. Все в Украине знают, что такие фашисты? Все знают. знают, конечно. Кто такие фашисты, нацисты, оккупанты, Это те, у кого есть наколки фашистские, у кого есть Гитлер на груди или Сласика на плече. Вот это фашисты. Кто ставит, кто называет улицу Шухевича, вот это фашист. О, Шухевич. Вот это я обожаю. Это темно зашуфирование. Так а что, ты видосы нашел? Да вот, еще уж я что-то видишь. Каждое видео просматриваю. Один какой-нибудь амбецил со Сласика идет. До завтра, да, надо ждать? Ну, подожди, подожди. Ну, в общем, доказов тебе, в общем, доказов тебе не мое, я понял. Окей. Ну, видосик надо найти, блин, с вечера все буду сохранять, все. Да, надо ждать. Если будет, что, обычайно. Ну, 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 мы поняли, что ничего не мое, потому что ты сказал. Ничего не мое, ты прав, что ты ничего не видишь. Если ты ничего не находишь, то ничего не мое. Улика. Согласен, хай будет так. Согласен.